Это Даня, и мы в музее-магазине Brickstar в Неглиной галерее. Здесь я сделал полочку с татуином, но чего-то на ней не хватает. Дворца Бобы Фета. Давайте я вам его покажу, а потом обещаю поставить его в музей. Мы начнем с мини-фигурок. Пока посмотрите на коробку. В нынешнее время тоже дефицит. Да, друзья, ролик записан тогда, когда Лего уже приостановили продажи в России, поставочки. Ну, у нас пока Лего в магазине есть, не знаю, насколько его хватит. Боба Фетт. Слегка темненький у него есть принты. Желтенький здесь не совсем желтенький. Лицо похоже, причем он же лысый, да, поэтому можно и без шлема легко его использовать. Джетпак, пушка. Кстати, такая же тема, как у... Ну, почти такая же, как была у штурмовиков смерти из батлпака, который вам показывал. Также Феник Шент. На коробке нарисована она со шлемом. Шлема здесь нет. Кто хочет шлем, пожалуйста, имперский легкий крузер, который, блин, уже тоже подорожал, как и все остальное. Прическа прикольная. Финтовка. Ну, она же как снайпер тоже использовала, да, ее была снайпером. Две эмоции, принты. Слушайте, хорошая фигурка. Герой узнаваем. В принципе, выглядит здорово. И вот как раз у нас тут два главных действующих лица сериала «Книга Боба Фетта». Гаварианский страж со времен набора по джапе хату. Мы его не видели. Вот он вернулся. Очень крутая деталь. Головы, совмещенной с наплечниками. Ну, естественно, топор. У меня в музее, как вы уже видели, да, есть полка с татуином. И, конечно, этот набор я туда поставлю. Кто хочет посмотреть на лучшее, что выпускало Лего, музей открыт в недлинной галерее с 10 утра до 22 часов. Приходите, всем рад. Итак, сам дворец. Мы, походу, будем продолжать смотреть на фигурки. Здесь три отделения. Мы начинаем с башни. Башню можно открыть вот таким образом. Можете посмотреть. Кстати, Корон. Очень крутая у него голова. Ребята, кто это? Пишите в комментариях. Ну, а так, голова снимается. Прорезиненные элементы на ней есть. Здорово. Вот этот глаз, вы помните, изучали, когда там подходили люди. Это было на некоторых кораблях. Это было вот и в дворце Боба Фета. И также здесь, видите, он слегка под фижен. Это нужно для того, чтобы фиксировать дверь немножко, да. Ну, и для того, чтобы происходил какой-то функционал. Также мы, конечно, можем ее опустить. Ну, большинство дверей в татуинских там жилищах, они как раз таким образом и открываются. Можно вспомнить континууму Сейси. Также здесь имеет смысл отметить функционал. Допустим, стоит у нас здесь герой. И мы можем сделать вот такое движение. Давайте его чуть-чуть выше для этого поставим. Раз. И он якобы упадет с лестницы. Функционал, конечно, наифиговейший. Но в нынешних реалиях, ребята, когда мы на полпути к городу мастеров, да, мне кажется, это хоть что-то. Так, кружка металлическая здесь есть. И плюс компьютер. С него, видимо, можно будет открыть дверь. На втором этаже ничего интересного. Плюс возможность прикрепить аксессуар. Перемещаемся к центральной части. Здесь мы видим Биба Фортуну. Ну, встречается он второй раз. Нравится мне, конечно, очень сильно его деталька. Вот этих его, я не буду говорить, что это, я не буду предполагать. Но то, что мы цепляем ему на голову, выглядит крайне круто. Деталька интересная. Плюс две эмоции. Ну, здесь, понятно, отсылка к сцене после титров, да. Биба Фортуны уже в сериале «Книга Боба Фета» не было. То есть, набор, можно сказать, создан по финалу Мандалорца. По сцене после титров. Из аксессуаров. Посох. Ну, и, конечно, он здесь выседает на троне. Здесь яма. Внизу должен сидеть, соответственно, ранкор. В этой же версии все на минималках. После санкций, видимо. Ну, трон большой, красивый. Четыре наклейки на нем есть. Кстати, я вам цену не говорю. Потому что нафиг она нужна. В нынешних реалиях уже два раза менялась цена на этот набор. Мы ждем, что цены на Лего растут. Растут дальше. И со временем это становится супер дефицитным товаром. То есть, кто говорил, что Лего для богатых? Ну, видимо, ребята, вы сглазили. Ну вот. Короче. Трон мы можем этот. С ним обыграть такую функцию. То есть, Биб Фортуна у нас сидит. Да. Раз. И мы делаем вот такое движение. И он у нас якобы должен слететь отсюда. Ну, вот. Видите, упал. Тоже, ребята, функционал максимально, я бы сказал, простенький, посредственный. И сам трон также мы можем выдвинуть. Это уже тема прикольная. Плюс мы здесь получим доступ к тайнику, где какой-то металл у нас есть. Плюс два вида бластерного оружия. Также обращаю ваше внимание. Бокал, еда и какой-то напиток. При желании, конечно, трон можно вернуть на место. Мы это пока делать не будем. И я покажу, что скрывается за ним. Для этого мы можем либо таким образом смотреть, либо развернуть этот набор, ну, якобы лицевой стороной. Я в музее, понятно, буду ставить стороной, где герои сидят, потому что с этой все прям печально выглядит. Ну, даже с этой змеей. Мы можем раскрыть. Раз. Вот таким образом вот все раскрываем. И так, конечно, смотреть на все проще. Тут и мангал. Мы можем жарить курицу. Здесь, ну, курицу, понятно, это не курица, это какое-то животное, но детальки те же самые. Кости и плюс столик. С другой стороны, подобие кухни, плюс освещение и принтованная деталь с приборной панелью. Неплохо. В принципе, да, друзья, игровые возможности какие-то у набора есть. Мы, кстати, здесь тоже получаем, видите, типа заход во дворец. Ну, и на этом возможности войти в помещение, они не заканчиваются, потому что есть левое отделение, где находится у нас охранник. Охранник с металликоцветом, да, бластерной винтовкой, Е11 или что это такое. На затылке у него есть принт, и это, кстати, те самые косы, которые продолжаются на принте сзади. Очень неплохо проработанная фигурка. Ну и помимо него классная танцовщица Теллин, Теллин Дансер, ребят. Ну, что-то такое. Вот. Прическа такая уже встречалась, как я помню, но здесь смысл в том, что очень прикольная цветовая гамма сделана. Здесь белый, здесь какой-то голубо-белый, но в целом, да, очень неплохо. Плюс можно обратить внимание, здесь две эмоции. Вот. Ее я почему-то не помню вообще в книге Боба Фета. Напишите, где она именно встречалась. Будет интересно почитать. Ну и помещение. Конкретно по нему два посадочных места, столик. Также оно подвижно. Мы можем таким образом расположить набор, и тогда у нас и с этой стороны появится доступ к центральному залу. Ну, компактно. Вот так конкретно мне набор нравится. Надеюсь, его так в музее получится расположить. Ну, на несколько голов он пониже предыдущей версии. Не хватило мне какой-то эффектности. В общем, друзья, пишите в комментариях, что думаете вы. Мне кажется, в нынешних реалиях, в нынешних ценах абсолютно необязательное приобретение. Поддерживайте канал, приходите в музей Брикстар. Всем удачи, всем пока!